Привет всем, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня снова рецепт, что-то меня прям попёрло на готовку. Всё-таки пока есть выходные от работы, можно что-то вкусное приготовить. Поэтому этими рецептами хочу и с вами поделиться, показать, как это готовлю я. И это 100% вкусно. Я просто прям гарантирую, потому что рецепты от Гектора всегда вкусные. Так, сегодня, ребятки, мы будем готовить с вами, как вы уже видите, на столе стоит у меня мультиварка. И поэтому мы будем готовить в ней. Сегодня мы с вами готовить будем плов куриный. Да, его лучше всего готовить в казанке и прочее, не из курицы, совсем из другого мяса. Я люблю очень курицу. Я курицу люблю больше, чем свинину, больше, чем говядину. Поэтому я очень-очень часто ем курицу. От свинины есть и тяжесть и прочее. Да, вкусное мясо свинины, я не спорю. Но курица мне подходит больше, и поэтому для моего организма курица больше-больше всего подходит, чем другие виды мяса. Поэтому сегодня плов будет из курицы. Сейчас я вам покажу, что нам для этого понадобится. Я сейчас вас немножко возьму и проведу по столу, покажу. Потому что ингредиентов так достаточно много, не все очень хорошо вместилось. Ребята, нам понадобится рис. Точной пропорцией я не могу сказать, потому что я сегодня буду готовить на четверых. Поэтому я довольно-таки выбрал все на глаз. Вот, так, ребят, это рис. Так, нам понадобится лук. Я всегда его режу меленько, мне нравится. Я не люблю, когда лук в блюдах крупный, за исключением вока. Воки я его всегда режу, стараюсь полукольцами. Это очень вкусно получается. Далее, ребята, нам понадобится морковь. Собственно, нам понадобится сама курица. Нам понадобится растительное масло. Нам понадобится перец. Нам понадобится, это называется, паприка, красный перец. Я всегда его добавляю. Естественно, к курице. Нам понадобится чеснок. Сушеный я добавлю. Также я добавлю приправу для курицы. Вот у меня в такой баночке все. И обязательно, просто обязательно, я добавлю хмели-сунели приправу. Она просто обалденная. Все, больше никаких приправ, ничего мы добавлять с вами не будем. Моя любимая лопаточка. Деревянная, которую я буду все размешивать, все мешать, перемешивать. Все. Так, сейчас мы выбираем с вами, ребята, программу плов. Она у меня находится на четверке. Нажимаем старт. Все. Время пошло. Теперь я вас сейчас поставлю повыше. И будете смотреть, что я делаю. В какой последовательности. И запоминайте. Все. Давайте готовить. Так, ну что, мои хорошие. У меня, значит, уже разогревается сама емкость. Сейчас мы с вами добавляем растительное масло, но слегка, чтобы прикрыло дно. Все. Этого будет достаточно. Больше масла мы с вами добавлять не будем. Так, теперь сюда мы добавляем лук наш. Вот лук. Добавляем. Вот я уже слышу, он начинает... Так скажем, шкварчить. Шкварчать. Сейчас он немножко схватится. И мы с вами сюда добавим морковку. Сейчас я отойду, секундочку. Так, я вернулся. Жара страшная, пришлось пооткрывать, ввести все окна. Ой, у нас уже целую неделю, ребята, 30 градусов на улице. 34, 35. Ужас. Для Питера это вообще кошмар. Так, я приготовил еще маленькую зеленую тряпочку, чтобы удобно было так брать, потому что кастрюлька эта емкость очень быстро нагревается. Так, беру я еще свою маленькую ложечку. Вот такую специальную, чтобы выкладывать приправы. Как вы видите, ребята, уже лук хорошо шкварчит. Кстати, плов на программе в мультиварке у меня готовится ровно 45 минут. Сейчас нам надо очень быстро все-все-все обжарить. Добавляем морковку. Когда у нас будет на программе 25 минут, мы будем добавлять с вами уже туда рис. До этой программы мы с вами тушим морковь с лучком. Также мы с вами потом добавляем курицу. И все. И будет очень нам вкусно с вами. Так, ребята. Теперь сюда сейчас сразу начинаем добавлять все приправы. Паприку я положу в самый последний момент, потому что нужно сейчас примерно видеть, сколько мы кладем всех приправ, потому что паприка очень красная и все цвета смешаются. Так, сейчас, ребята, как вы видите, я добавляю сухой чеснок. Я его не жалею. Курица чеснок очень любит. Так, чеснок мы добавили. Дальше мы берем с вами... Ой, какой аромат пошел. Приправы для курицы. Добавляем. Я кладу 3 чайных ложки. Даже все высохну, потому что ее осталось мало. Так, все. Приправку для курицы мы с вами тоже положили. И теперь мы с вами кладем одну из моих любимейших приправ. Это приправа хмели-сунели. Одну чайную ложку будет достаточно, потому что она очень-очень ароматная. Так, приправы мы с вами добавили. Теперь это дело мы с вами перемешиваем. 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 Отлично. Ой, какой аромат пошел. Жалко, камера не передает. Просто, ребята, невероятный аромат. Теперь сюда Далее мы с вами добавляем паприку. Раз ложка, два ложка. Достаточно. Она и так очень ароматная, много ее вкладывать не нужно. Снова перемешиваем. Так. Отлично. Вот, ребята, паприку добавил, и вкус совсем поменялся. Так. Теперь, мои хорошие, берем перец и перчим. Все. Достаточно. Перемешиваем. Все. Пусть теперь наши овощи обжариваются. И попозже мы с вами добавим курицу. Так. Все отлично. Теперь мы с вами сюда добавляем корочку. и продолжаем обжаривать. Так. Сейчас мы перемешаем. отлично. что как нужно у нас получается. Так. Теперь, ребята, совсем капелюшечку нам нужно сюда с вами добавить водички. Я беру воду из термопода горячую. Совсем буквально чуть-чуть. Вот так. Добавили водички. Перемешиваем. И все. Обжариваем нашу курочку. И еще такой момент. Не забываем ее посолить. Пока чайной ложечки будет достаточно. Как только у нас будет 25 минут на программе занимаемся рисом. Добавляем рис. Ну а пока я буду дальше обжаривать курицу. Так, моя хорошая. Как вы видите уже мясо у меня стало цвета такого светлого беленького. Отлично. Все хорошо. Все идет по плану. Осталось еще 5 минут его вот так тушить. Тушок. Давай, топай. Так. Осталось его совсем немножко потушить. И скоро уже будем добавлять наш рис. Все. Пусть пока мясо еще оттушится. ну вот пришло время добавлять рис. Полностью весь рис сюда добавляем. так, отлично. Так, отлично. Окей. Нужно его разровнять равномерно. Вот так. Чтобы наше мясо он прикрыл полностью. Так что вот так, ребятки, разравниваем. Это рецепт для тех, кто будет готовить плов мультиварки. Вот. Все. Мы разровняли наш рис и теперь нам нужно добавить водички. Воды нужно добавить ну где-то на 2 сантиметра от риса. Я буду лить на ложечку, чтобы не расплескать по стенкам. Так. и еще стаканчик такой же. Ну вот, ребята, воду всю добавил. Теперь у меня ровно 25 минут осталось до полной готовки, точнее до полного приготовления моего плова. Все. Теперь мы плотненько закрываем крышку нашей мультиварки и забываем про наш плов на 25 минут. Все. Ждем, когда он приготовится. Ну что, ребятки, смотрите, у меня до полной готовки осталось 8 минут. Видите? Давайте сейчас откроем, посмотрим, что там происходит. Ой, чтобы камеру не запотело. Так, вот, смотрите, рис готов. Да. Ребята, все абсолютно готово. Так что, я уже выключаю тогда его. потому что смысл уже держать, рис уже полностью готов, мясо. Тем более, потому что курица быстро готовится. Сейчас, что мы делаем? Мы выключаем наш плов, вот этот, закрываем крышку, тогда сразу закроем, выключаю программу. Все. Сейчас мультиварку тоже сети отключу и пусть он постоит, немножко настоится, чтобы все ингредиенты друг с другом договорились. Ну, конечный результат, я покажу, что у нас с вами сегодня получилось. Вот и наш плов с вами готов. Как вы видите, он получился рассыпчатый, очень аппетитный, ароматный. Я украсил его помидоркой и зеленым гучком сверху. так что вот такой он замечательный у нас с вами сегодня получился. Давайте я его сейчас попробую. Так, сейчас аккуратно. Обалдеть. Ребята, это просто кулинарный шедевр. Слов нет. Он настолько пропитан ароматами всех трав, пряностей. Просто обалдеть. Ребята, рецепт обалденный. Я готовлю всегда так, потому что я плов обожаю. Еще раз повторюсь, что я плов всегда готовлю с курицей. Очень-очень редкий случай, когда я сделаю его со свининой. Поэтому, ребятки, вот такой замечательный плов у нас сегодня с вами получился. Готовьте, наслаждайтесь, угощайте родных и близких. Всем очень понравится такой рецепт. Я просто в этом уверен. Все. Я тогда буду кушать и побегу по делам. А на сегодня все. Всем пока и до скорой встречи.